Под требованием отменить закон о повышении возраста выхода на пенсию, казахстанцы собрали около 80 тысяч подписей. Прошлую пятницу на республиканских телевизионных каналах по этому поводу выступил глава государства Нурсултан Назарбаев. Принятый парламентом закон о пенсионном возрасте не был подписан и возвращен на доработку. Как к этим событиям отнеслись карагандинцы в следующем сюжете. Общественное мнение принесло свои плоды. Непопулярный в народе закон не принят. Сроки его внедрения с 2014 года передвинулись на 2018. Можно радоваться. Очень положительно и рада, что наш президент все-таки отложил на какое-то время и этот закон не был принят. Мы очень рады, что эта пенсионная реформа будет реформироваться только с начала 2018 года. Поэтому многие женщины очень рады и счастливы. Это правильное решение. Надо женщину уважать как мать, как сестру, как воспитанных своих детей. Вот в 2018 году посмотрим, а сейчас это радость всем женщинам, казалось бы. Несмотря на то, что президент назвал действия правительства и Национального банка по разъяснению реформы пенсионной системы неуклюжими, все же реформу он поддержал. Он отметил, что для многих европейских стран выход и мужчин, и женщин на пенсию с одного возраста – это норма. Я считаю, что это вообще неправильно. Люди нормальные, за рубежом все уходят рано, на пенсию уходят и начинают ездить по всему миру. А наши бедные пенсионеры работают, продолжают, потому что не на что жить. Мы в 50 уже никакие. А в 70 так вообще? На бирже труда, если станешь на учетку, где они могут нам предоставить работу? Они не могут нам предоставить работу. Мне сейчас 54, да? Еще доработать до пенсии. Вы знаете, что при всех заболеваниях, при нашей экологии, я считаю, что 67 или 63 – это уже некуда. Это получается нам умирать? Сколько людей, столько и мнений. Не все аспекты реформы продуманы до конца. Поэтому повышение пенсионного возраста предложено начать не с 2014 года, а с 2018. Что позволит осуществить предстоящую модернизацию пенсионной системы с максимально полным учетом интересов всех граждан Казахстана? Ну, хотелось бы, чтобы еще подумали немножко над этой реформой. Все-таки жалко женщин, чтобы они уходили в 63 года. Я себе говорю, ну, а в принципе, решение, мне кажется, президента правильное. Я уже на пенсии, но я за 58. Действительно, этот вопрос требует обдуманности, хорошего обдуманности. Женщины будут бесконечно благодарны президенту, если он все-таки отсрочит это. Без поэтапного увеличения пенсионного возраста женщин расходы бюджета на выплату пенсии к 2024 году возрастут на 3 триллиона тенге. Это станет проблемой для будущих пенсионеров. Государство будет не в состоянии выплачивать пенсии. Модернизация пенсионной реформы подразумевает 10-процентный налог, 5% из которого будет платить работодатель. Для лиц, занятых в тяжелых условиях труда, это вот рабочие угольные промышленности, Арселор Миттл, значит, дополнительно по 10-процентным взносам, помимо обязательных 10-процентных взносов, еще предусмотрено 5% профессиональных обязательных пенсионных взносов, которые также президент предложил вводить поэтапно. Но и еще есть 5% тоже, по предложению президента, 5% от работодателя. То есть вот эта категория людей, она будет защищена тем, что у них будут достаточные накопления, больше чем у тех граждан, которые работают в обычных условиях труда. Карагандинцы с пониманием относятся к пенсионной реформе, но есть сомнения и некоторые предложения. «Хотелось бы, чтобы он учитывал труд женщин. Мне кажется, те женщины, которые работают с тяжелым, то есть работа связана с тяжелым физическим трудом, вот им надо больше прибавить, потому что они теряют здоровье, работают на холоде, у них тяжелый физический труд. Это в отличие от тех, кто работает в офисе». Новое всегда неожиданно, и нужно время, чтобы его принять. «В законопроекте, когда будут его дорабатывать, учитывали тяжесть труда женщины, специфические возможности. То есть, если это рабочая женщина, работающая на тяжелом труде, она должна, например, выходить 58. Учителя тоже относятся к такой категории». Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Кайрат Рашидов, Первый, Карагандинский.